И снова, здравствуйте дорогие друзья, здравствуйте братья и сестры. Ну, раз в предыдущем видео мы уже затронули с вами сферу российской политики, то, к моему сожалению, данное видео будет являться продолжением этой же самой серии. Нет, мы не будем говорить о Владимире Жириновском, которому я уже так или иначе посвятил два своих видеоролика, так же как и Михееву, одно видео. Нет, речь пойдет не об этих так называемых российских политиках-экспертах. Речь пойдет о Затулине. Да, о том самом Константине Затулине, который любит избираться в Государственную Думу Российской Федерации от партии «Единая Россия». И избирается он в городе Сочи. Российском городе Сочи, во всяком случае, российском до данного дня он является российским. Почему я об этом говорю? Ну, давайте с вами просто напишем в поисковике Константин Затулин и прослушаем его выступление. Большинство из этих выступлений, так же как и то, о котором пойдет речь в данном видео, посвящено, нет, не русскому народу Юга России в частности, а почему-то армянам. И не только тем армянам, которые проживают на территории России, но и армянам из Армении. Интересно, очень интересно. Он никогда не говорит об отношениях Азербайджана и России, он уделяет внимание только российско-армянским отношениям. Он не говорит об отношениях России и Средней Азии, России и других стран, находящихся на постсоветском пространстве. Его внимание почему-то сконцентрировано именно на армянах. Крайне интересно. Тем более на фоне того, что, как вы знаете, перед выборами, а в скором времени в России состоятся выборы в Государственную Думу, кандидатам в депутаты, это уже, можно сказать, стало негласным законом и даже гласным во многих странах, принято посещать те регионы, которые голосуют за ваше избрание. И куда же поехал Затуллин? Ну, понятно, что он посетил Сочи, хотя он там бывает достаточно редко, ему больше по нраву Москва. Но речь не об этом. Куда же он поехал? Он поехал туда, откуда тоже зависят голоса, которые могут проголосовать за него во время выборов. Он поехал в Армению. Знаете, когда я говорю, многие со мной, некоторые со мной не соглашаются. Я, в частности, в качестве шутки, черного сарказма, говорю, что, видимо, Армении давным-давно действительно пора войти в состав России. И в качестве депутата от Армянской области Армении даже не придется искать такую кандидатуру. Первой кандидатуры, конечно же, будет Константин Затуллин. Он и так уже избирается практически от Армении. Вы сейчас, для того, чтобы в этом убедиться, вы сейчас услышите, с каким контингентом политиков тераполитических сил Армении встретился Константин Затуллин. И вы поймете правоту тех высказываний, которых сделал ваш слуга. Для этого мы перейдемте с вами к ролику, который в точности повторяет ту статью, которая сейчас находится перед вашими глазами. Вот этот видеоролик. Давайте его с вами посмотрим. В момент просмотра я... Или после самого видеоролика я буду вносить свои коррективы. Приступаем. Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по делам СЁК, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Директор Института стран СНГ Константин Затуллин, представляющий в Палате Федерального собрания Российской Федерации, Сочинский округ, 4-5 августа посетил Армению, сообщает официальный сайт Затулина. Проблемы развития союзной России Армении, трудности послевоенного урегулирования и старт нового политического сезона в связи с открытием первой сессии новоизбранного парламента страны стали темами встреч и консультаций Константина Федоровича Затулина с политическими и общественными деятелями Республики, посольством Российской Федерации в Ереване. Константин Затуллин 4 августа встретился с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации Сергеем Копыркиным, лидером блока Армении, экс-президентом Республики Робертом Кочаряном, своими друзьями из Нагорного Карабаха, в частности с бывшим президентом Нагорно-Карабахской Республики Аркадием Букасяном, проинспектировал действующие армянские филиалы Института стран СНГ, Российского университета кооперации, доктор наук Александр Маркаров. Депутат Государственной Думы 5 августа побывал в Национальном собрании Армении, где состоялся заинтересованный разговор с депутатами от блока Армении, руководителем фракции Сираном Аганиным, Арменом Рустамином, Федерация Дашнак Цутюн, Иваги Акапином, Возрождающаяся Армения. Константин Затулин встретился и имел продолжительную беседу с Аленом Симоняном, новоизбранным спикером Национального собрания Республики Армения, которому пожелал успехов в его новом качестве. Константин Затулин, впервые с прошлого года, после войны, которую нельзя было допускать, я ездил в Армению. Было важно не только получить более полное представление о происходящем, но и почувствовать настроение простых граждан, с которыми общался на улицах и площадях столицы республики. Давайте остановимся. Обратите внимание, во всем спектре политических сил не было партии, возглавляемой Пашиняном. Были все крайне прозападные силы, силы, которые часто заявляют о необходимости продолжения кровавого банкета в Карабахе, в частности с Дашнаками. То есть этим самым, насколько я понимаю, Константин Затулин выступил практически против того политического направления, которое выбрал для России Владимир Путин. Тот самый российский президент, который и создал ту самую партию, от которой и забирается Константин Затулин. Интересно. Интересно, дорогие друзья. Вот это нестыковочка. Он решил встретиться даже с Дашнаками. Да, с теми самыми Дашнаками, которые воевали вначале против царской России, затем против большевиков, затем большая часть из них поддержала нацистов, затем те самые Дашнаки, которые имели прямое отношение к разрушению Советского Союза, через поддержку ими сепаратистских движений, в частности на Кавказе. Но почему-то Константин Затулин, вместо того, чтобы встречаться с умеренными хотя бы силами, я не говорю даже сейчас, про силы, которые стоят за Пашиняном, но хотя бы с Ливоном Терпетросяном, первым президентом Армении. Нет. Он встретился с Кочаряном. И с Дашнаками. Как это вписывается, я не понимаю. С тем самым Кочаряном, при котором американское посольство и достигло таких необъятных форм на территории Армении. Я не знаю, что мне сказать. Может быть, мне что-нибудь скажут россияне? Меня интересует, как вы относитесь к тому, чтобы действительно вооруженные силы России присоединили территорию Армении к России. В частности, в истории был такой момент, когда данная область называлась Араратской областью, на которой находится нынешняя Армения. Может быть, пора это вернуть и депутатам от этой области сделать Константина Затулина, а может быть, даже президентом? Почему нет? В царские времена русские цари любили назначать своих поверенных в Закавказских республиках. Почему не назначить Константина Затулина, ответственного за Араратскую область? В частности, губернатором Араратской области, Российской Федерации. Как-то так, дорогие друзья. При том, что, знаете, что меня всегда удивляет. Затулин всегда говорит об Армении. Постоянно говорит об армянском народе, не говоря толком о русском народе. Во всяком случае, в разы меньше. При том, что на юге России, и сегодня мы с вами об этом поговорим, точнее сказать, мы с вами поговорим о внеочередном беспределе армянства, когда армянство уже диктует свои права российским журналистам и правоохранительным органам, которые уже полностью прикарманены, почему-то Затулина об этом молчит. При этом мы поговорим практически о целой улице, которую держат армяне в одном из городов Российской Федерации. Целая улица. Проспект. Небольшой. Где их законы выше российских. Хотя таких районов очень много даже в Москве. Мы поговорим об одном из таких. Ну что ж, дорогие друзья, жду ваших комментариев, лайков, дизлайков. Хотелось бы услышать ваше мнение о том, о чем мы с вами поговорили в форме комментариев. Не забудьте подписаться на канал те, кто не подписаны. Те, кто подписаны, проверяйте подписку. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на моем канале. Я сюда сейчас нажимать не буду, потому что не люблю подписываться на каналы, которые так или иначе поддерживают армянскую сторону. Уж простите меня. Также я надеюсь, что вы поделитесь ссылками на мои видео в соцсетях. Пригласите друзей и знакомых. И попросите их сделать все то, о чем я уже вас просил. На этом все, дорогие друзья. Я с вами прощаюсь. До следующих встреч на моем канале. Всегда ваш Сиидов Кямран. До свидания. 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 Продолжение следует...